Этот рецепт достался мне от моей бабушки, Элиты Илларионовны Решетниковой. Сегодня я приготовлю кулич. Куличи, неважно, в религиозных семьях, не в религиозных, мне кажется, готовят вообще практически все. Творожные пасхи, может быть, чуть пореже, но вот покрасить яйца, испечь кулич, это все-таки практически во всех русских семьях делается. И, конечно, во всех семьях есть разные рецепты куличей, они иногда отличаются вплоть от кексового теста до дрожжевого. И сейчас какие-то разные версии куличей тоже современные появляются, например, тесто похожее на бриошь, в котором очень много сливочного масла. Рецепт моей бабушки кажется мне таким очень классическим. Это традиция уже моей семьи, но я думаю, что и вам тоже будет это очень и очень интересно увидеть. Для того, чтобы приготовить кулич, я рецепт своей бабушки, кстати, вот он, немножечко уменьшу, потому что она готовила сразу на килограмм муки, чтобы испечь куличей не только для дома, но и в подарок. Поэтому там на килограмм муки все рассчитано, я же сделаю в половину, потому что иначе получится прям очень много. Мне кажется, мы стали готовить чуть-чуть поменьше сейчас. Начало приготовления кулича – это приготовление опары. Берется вся жидкость, кулич замешивается на молоке, добавляются дрожжи и половина муки, потому что если добавить сразу всю муку, то будет тесто очень плотным. Если добавить только половину, то начинается достаточно активное брожение, я не добавляю сахар, потому что дрожжи будут питаться теми крахмалами, которые содержатся в муке. И смешав муку, молоко и дрожжи, мы получаем такую жидкую массу, которая начинает достаточно активно бродить. Одновременно с этим мука, помещенная в жидкую среду, она там начинает немножечко набухать. И вот приготовление кулича с использованием метода опары позволяет получить тесто, которое более нежное, и кулич, который в итоге дольше хранится. Вообще работы над куличом достаточно много, именно замеса. И я помню, как моя бабушка это все замешивала, это, конечно, было тяжело, отбралась такая деревянная веселка, и вот там, значит, все это производилось. Иногда к процессу привлекался мой папа, как наиболее, значит, мускульно сильный человек в доме. У нас же, в общем, все упрощается, я воспользуюсь машиной. Но вот для того, чтобы смешать опару, мне понадобится просто венчик. Главное, что я сразу это делаю в деже, чтобы потом уже не пачкать никакую посуду. Я беру немножечко сначала молока, отправляю туда дрожжи и растворяю дрожжи в молоке. Таким образом получаю, не знаю, такую дрожжевую молочную основу, потому что дрожжи сразу, в общем, не растворяются. Если у вас нет свежих дрожжей, используйте сухие и добавьте их просто в муку, они, в общем, нормально там тоже растворятся. Запах дрожжей, конечно, это для меня сразу детство, потому что я их очень любила всегда немножечко утащить. Вообще дрожжи полезная штука, потому что там много витамина в группе В. И даже сейчас есть такой веганский продукт, дрожжи берут, их так высушивают тонким слоем, получаются такие хлопушки. И если их добавить в любую какую-то кремовую основу, получается очень выразительный сырный вкус. Когда дрожжи растворились в молоке, я добавляю половину муки, не всю муку. Вот у бабушки написано на килограмм, я взяла, соответственно, полкилограмма. Добавляю оставшуюся жидкость. И замешиваю что-то похожее на такое мягкое тесто. Вымешивать его сейчас не нужно, нужно просто увлажнить муку. Как видите, она получилась такая умеренно плотная, потому что это единственная жидкая, совсем жидкость, да, в рецепте. Будут еще яйца, сахар, масло, они создадут нежное тесто, но вот жидкости больше добавлять сейчас пока не нужно. Теперь дежу нужно накрыть, можно использовать пленку пищевую, можно полотенце. Бабушка всегда делала в кастрюлях и накрывала крышкой, так что вот так. Получается главное просто, чтобы тесто не заветривалось. Я отставляю дежу на примерно полтора часа. Основа, вот эта опара, она должна увеличиться в объеме в два раза. И только тогда можно продолжить замес. Итак, я подождала примерно полтора часа. Опара удвоилась, она стала такой пышной. Вот видна структура, видно, что дрожжи поработали, что там есть пузырьки. И, что еще интересно, тесто, вот это опарное мое, да, стало эластичным, таким, как будто я его вымешивала. Этот процесс называется автолис муки. Если вы интересуетесь приготовлением хлеба, вот именно таким образом, на самом деле, можно сделать так называемые беззаместные хлеба, когда просто соединяется вода, мука, дрожжи и соль. И через некоторое время вот эта масса, ее можно, в общем, просто бросить в казан и испечь в духовке. Но я воспользуюсь вот этим классным каркасом, сформировавшимся, для того, чтобы удержать всю мою сдобу. И я теперь постепенно буду добавлять все сдобные штуки для моего кулича. Почему вообще говорят сдобное тесто, да, потому что оно чем-то сдобренное. Потому что есть постное тесто, обычное, хлебное. И есть тесто чем-то сдобренное. Сдобренное яйцами, сдобренное с сахаром, сдобренное сливочным маслом. И все это будет в куличе. Сначала можно отставить опару и заняться яйцами. Я их буду разделять на желтки и белки. И один белок отложу, потому что из него можно приготовить отличную взбитую помадку. Яйца здесь в рецепте я использую мелкие, второй категории. Если вы используете яйца отборной категории, вам понадобится не 4, а 3. И тогда вы будете откладывать не один целый белок, а половинку. Белки теперь можно отставить, а в желтки я добавляю сахар. И начинаю растирать желтки с сахаром. Это поможет не получить крупинки сахара в тесте. Кроме того, что я немного растворила сахар в желтках, я еще их взбила. Это тоже добавит больше пышности будущему куличу. Теперь можно смешать опару с желтками и сахаром. Добавить остальную муку, соль и ваниль. И начать замешивать тесто, постепенно добавляя к нему сливочное масло. И вот так я постепенно добавляю масло. В процессе замеса масло должно быть комнатной температуры. Можно забросить несколько кусочков. И просто включить миксер, чтобы он пока работал и добавлял масло внутрь теста. Когда масло вмешается в основу, добавьте еще несколько ингредиентов. Для того, чтобы ароматизировать тесто и придать ему приятный цвет, нам понадобится шафран. А точнее, я даже сделаю шафрановую воду. Это дополнительное количество жидкости позволит в данный момент немного увлажнить тесто. А вот тот замечательный оранжевый королевский цвет, который шафран дает, даст мне прекрасный оттенок самого кулича. Насыщенный желтый, такой, как будто в нем очень много желтков. Но при этом на желтках он был бы слишком плотным. А вот с шафраном получается и цвет, и вкус, и все очень классно. Что такое шафран? Это тычинки крокусов. Их вот так вот аккуратно собирают. И поскольку тычинки, штучки такие легкие, то ценность шафрана крайне высока. Лимонная цедра. Натираю прямо сюда. Вот цедра лимона и шафран – это уже мое более позднее добавление к бабушкиному рецепту. Это уже скорее мой опыт, который я могу добавить сюда, потому что, конечно, никакого шафрана в Красноярске в 70-х не было. Здесь все готово. И пока будет замешиваться тесто, я залью изюм коньяком. Коньяк нужен просто для того, чтобы придать больше аромата. Но вот сам изюм я пока что добавлять в тесто не буду. Дам ему время постоять и добавлю его уже в самом конце. Я продолжаю замешивать тесто. Но не я, а миксер мой будет работать. На самом деле долго, примерно в течение 10 минут, пока не получится классное, красивое, эластичное тесто. Тесто для кулича почти готово. Осталось только добавить с него взбитые белки. Дополнительное количество воздуха никогда тесто для кулича не помешает. Пилки готовы. Они такие достаточно плотные. Они у меня делают волшебство. Добавляю их в тесто. Тесто получилось очень приятным. Я достаточно долго его замешивала, поэтому оно у меня эластичное. Оно не рвется. И вот у него есть то, что называется глютеновое окно. Вот так вот у меня выглядит тесто. Оно очень приятное. Такое слегка жирноватое на ощупь. Все-таки достаточно масла я положила. Я ее немножечко вот так распределяю, чтобы проще было добавить белки. Что, конечно, в такую плотную массу их вводить непросто, но лучше вводить их почти под конец замеса, чтобы сохранить как можно больше пузырьков воздуха. Немножко как бы вталкиваю их в тесто, чтобы миксеру было попроще. И замешиваю еще минуты-две. Все, тесто готово. Когда я добавила белки, я же добавила, в сущности, не только белок, да, я с ними добавила достаточно много воды. Поэтому тесто сейчас стало значительно более нежным. До добавления белков оно было несколько таким крутоватым. Это было, в общем, не совсем тесто для кулича. Теперь я отправляю его, наконец-то, на расстойку, потому что первая расстойка – это была расстойка опары. Я подготавливаю большую миску, вымазываю всю внутреннюю поверхность, хорошенько смазываю растительным маслом, чтобы тесто было проще подниматься. И выкладываю его сюда. Смотрите, какая красота. Восхитительная, просто восхитительная. Его можно слегка вот так вот сложить, округлить, тоже ему это проще будет для подъема. Все. Теперь миску я накрываю, опять же, по выбору, что хотите. У меня есть такая салфетка красивая. И отправляю его в теплое место. Оно будет подниматься еще в течение примерно двух часов. Ну, а изюм я добавлю перед самой формовкой. Настал момент, когда тесто, ну, не то что удвоилось, просто взгляните на него. Тесто шикарное, пышное. Видно тычинки крокусов, да? Видно мой этот шафран прекрасный. Цвет какой он дал, восхитительный. Просто тесто очень нежное. Тесто пышное. И очень-очень оно приятное в работе. Посмотрите, как еще лучше стало его качество за время растойки, да? Оно очень эластичное. Я его сейчас слегка обминаю. И сейчас добавляю в тесто изюм. Посмотрите, какая красота. С изюмом нужно будет произвести одно дополнительное действие. Помните, он у нас был заранее залит коньяком? И я его сейчас от коньяка-то отсоединяю. Потому что слишком много лишней жидкости мне не нужно. Его даже, вот уже в этом состоянии, можно выложить на салфетку, слегка обсушить. Но не это самое главное. Самое главное, это то, что когда вы добавляете любые орехи, сухофрукты, кусочки шоколада в тесто для куличей, вы обязательно обсыпаете их мукой. Если этого не сделать, они начинают слепаться. Теперь добавляю муку и на рабочий стол. Много мне не понадобится. Распределяю изюм по тесту. И дальше складыванием завожу его, собственно говоря, в основной массив. Вот у меня изюм начинает уже на поверхность даже выходить. Значит, он в тесте равномерно в целом распределился. Он немножко начинает разрывать структуру теста. Поэтому тут не нужно усердствовать. Сейчас достаточно разделить получившуюся колбаску на равные части и формовать куличи. Для того, чтобы испечь куличи, вам понадобятся или специальные бумажные формочки, вот как у меня, вот такие, или же вы можете взять обычные железные консервные банки и выстелить их пергаментом. Просто нужно будет положить кружок на донышко и положить ленту пергамента по периметру. Ну, собственно говоря, так эти формы тоже сделаны. Отделяю порцию теста. Можно ее сразу примерить на форму. Чуть-чуть больше. Тесто должно доходить только до середины форм. Оно сильно поднимается. Вы же видели, да, каким оно только что было? И значит, что оно у нас еще вернется. Вот такое заполнение должно быть тестом. Тут, если вам удобно, можете воспользоваться весами. Если весов нет, можете разделить все тесто сразу на равные порции, если у вас, как у меня, одинаковые формочки. Теперь вот эти округленные булочки, их, в общем, можно сразу положить в форму. Чаще всего так и делают. Но можно кулич формовать для того, чтобы у него получилась более такая слоистая текстура. По необходимости подпыляйте мукой и раскатывайте булочку в небольшую лепешку. Теперь эту лепешку разрезаю на две равные части и скручиваю их рулетиком. Соединяю два рулета, переплетаю их между собой. И закручиваю, делаю вот такую плетеную булочку. Можно выкладывать на расстойку. В этом случае у нее получится не ровная поверхность, а вот слегка с проявляющимися этими плетениями. Но тогда она будет более слоистой внутри. Для сравнения, один из куличей я положу просто вот такой круглой булочкой. Постарайтесь округлить заготовку так, чтобы на поверхности не было разрывов, чтобы сформировать такую как бы кожу в верхней части. Более-менее вот так гладко получается. Именно так формуют хлеб, для того, чтобы у него сверху была натянутая пленка, которая потом красиво вот разрывается, поднимается. Получается такой домик. А для третьего я тоже сделаю немножко больше такого как бы закатывания внутрь. но не двумя жгутами, а одним жгутом по принципе формовки багета, когда собираются уголки внутрь вот таким вот образом. И смотрите, что я делаю. Я собираю такой сначала рулет, собираю его внутрь и закручиваю. То есть я фактически закрутила формовку мини-багета на шарик. То есть у меня внутри тоже появилось чуть больше слоев. Точно так же аккуратно отправляю в форму. Я больше куличи свои не тревожу. Я отставляю их опять на два примерно часа, пока тесто не дойдет до края формы. Смысла ставить их в духовку нет вообще никакого. Куличики готовы к посадке в печь, потому что я смотрю на край, они полностью там, да, бумаги не пристали, но вверх теста уже начинает выступать за уровень бумаги. Я тесто закладывала до середины формы. Это значит, что оно мне сейчас удвоилось в объеме. Значит, все идет хорошо. И еще подъем произойдет с ними, когда они отправятся в духовку. А это произойдет прямо сейчас. Ставьте осторожно, не бейте их об стенки. Тихонько закрываю дверцу. Я добавила на дно духовки чуть-чуть воды, просто чтобы создать слегка влажную среду. Вот такие небольшие куличи в духовке проведут примерно 30, скорее 40 минут. На самом деле, будет все понятно по их цвету и внешнему виду. Если не уверены, их всегда можно проколоть палочкой и проверить, если палочка выходит сухой. Ну как с бисквитами? Значит, все готово. Куличи у меня выпекались в течение 35 минут. Они в формах диаметром примерно 10 сантиметров. И вес у них 440 граммов. Соответственно, если форма будет больше и ниже, может быть, быстрее. Если форма будет, в принципе, просто меньше, тоже будет быстрее. Если форма будет больше-выше, то из-за большого объема время выпечки будет дольше. И, возможно, нужно будет снизить температуру. Они почти совсем готовы. Все очень хорошо и стабильно. Получилась хорошая корочка. И я сейчас эту корочку покрою белковой глазурью. И ее, естественно, сначала нужно приготовить, что суперотлично, потому что куличи как раз у меня успеют немножечко остыть. Я же сделаю глазурь такую взбитую. И я ее приготовлю на водяной бане. У меня вот тут для водяной бани все готово. Для начала я соединяю сахар и белок. Нагреваю, в общем-то, до того момента, пока сахар не растворится в белке. И в какой-то момент масса становится такой гладкой абсолютно. Тут ее можно снять с огня. Водяная баня мне больше не понадобится. Я буду взбивать швейцарскую меренгу. Глазурь готова. Ее можно взбить еще сильнее. Тогда она будет держаться просто как меренга. Мне же, ну, для куличей как-то логичнее, чтобы она была слегка текучей. Настало время глазировать куличи. Они как раз достаточно остыли, чтобы я могла их просто, в принципе, в руки взять. Вот это был мой первый кулич, который я формовала, скручивая рулеты. У него такая вот неровная поверхность, да, из-за формовки. Я его окунаю первым, пока глазури еще больше всего. И хорошенечко его там, значит, выкатываю. Все, что не покрылось, покрываю отдельно. Я наношу глазурь достаточно густо, потому что мне ее на все три кулича должно хватить. Вот так она будет выглядеть. И можно выбрать какую-нибудь посыпку на свой вкус. Пусть на нем на первом будут звездочки. То же самое повторяю с куличом промежуточной формовки, да, который был такой рулет, скрученный в булочку. Изюм, который вот оказался на поверхности, его можно сразу на самом деле удалить, потому что он не будет вкусным. В нем много сахара, фруктозы, которая сильно карамелизуется, и она немножечко перегорает. Выравниваю помадку на поверхности. Пусть у них у всех будут разные посыпки. Промежуточная формовка будет у нас с классическими бусинками. Последний кулич – это тот, который я положила в форму просто в виде булочки. Я им дам еще немножечко времени окончательно остыть, потому что они все еще нежные. Лучше всего их разрезать на самом деле примерно часов через 12. Куличи всегда готовятся заранее. Но когда я их разрежу, у нас появится возможность сравнить, какая же формовка получилась интереснее всего. Самые настоящие куличи моей бабушки. Я до сих пор помню, как она всегда меня встречала после школы, и мы шли с ней в Александр-Невскую лавру, там продавали такой свежий хлеб, и сейчас, кстати, до сих пор продают. И он всегда так пах, что от него отламываешь корку, идешь, ешь, и туда же в лавру мы, конечно же, ходили светить куличи. И именно по этому рецепту она их, в общем-то, и готовила. Я надеюсь, что у меня получилось не хуже, чем у нее. Давайте посмотрим, как они выглядят на разрезе, и, конечно же, я расскажу, каковы они на вкус. Это был первый кулич, который был немножечко другой формовки, если вы помните. Это наш кулич номер раз. За счет того, что я его складывала, сначала скрутила два рулета, потом их переплела, видите, внутри получилась более сложная текстура, очень приятная. Кулич номер два, промежуточный такой, значит, вариант. Он более получился ровный, но тоже чувствуется, что вот он так внутри хорошо сложен, и у него достаточно ровно получилась шапочка, мне нравится. И кулич номер три, самый простой, безо всякой формовки, просто один округленный кусочек теста, такая вот булочка. В сущности, тоже неплохой, единственное, что по сравнению с первыми двумя, видно, что у него внутри более крупнопористый мякиш, и толще получилась корочка. И это все связано, на самом деле, с формовкой. Так что выбирайте, насколько сильно вы готовы помучаться на кухне, чтобы получить более качественный мякиш куличей. Но, честно вам скажу, на вкус они все будут практически одинаковые, потому что тесто, в сущности, одно и то же. И я вам сейчас расскажу, как же оно все получилось с лимонной цедрой, с шафраном, с изюмом. Я, конечно, беру самый первый. Я зря, что ли, возилась с формовкой. Посмотрите, конечно, что такое кулич, да? Что отличает кулич от простой булки какой-нибудь? Вот я его беру, я сейчас красиво все ножом резала, чтобы вы увидели мякиш там туда-сюда на разрезе. Видите, он аж тянется. В нем внутри видны вот такие полосы теста. Это наш куличик. Вот эта текстура, конечно, это 100% кулич моей бабушки. Такой вот он и есть. Мне кажется, что моя бабушка никогда не добавляла шафран. Я даже не уверена, знала ли она вообще про такую специю. Я шафран добавляю обязательно. Мне очень нравится, как он окрашивает тесто. И еще остается такими вкраплениями. Мне кажется, что это хорошее добавление, которое я, как внучка, могу сделать к рецепту своему семейному, передать его вам, чтобы вы тоже могли угоститься куличом по рецепту семьи Решетниковых.